Чебоксарский экономический форум приурочили к празднованию Дня Чувашской Республики. Поэтому на несколько дней к нашим соседям съехались тысячи гостей, в том числе и ульяновцев. Ключевой темой деловой программы форума стало импортозамещение во всех сферах деятельности – от промышленности до туризма. Участники отмечают, в непростых экономических условиях нужно развивать межрегиональные отношения. Ульяновской делегации удалось обсудить с коллегами сотрудничество в разных сферах. К примеру, во время посещения производства концерна тракторной заводы стороны договорились расширять кооперацию с ульяновскими производствами. Мы убедились, что есть взаимный интерес между собственниками предприятий Ульяновской области и собственниками тракторного завода. Есть уже наработки по возможным кооперациям, по светотехническому оборудованию, по гидроцилиндам, по отделке кабин, материалов из композитов. Ульяновской области есть, что предложить и другим регионам ПФО, отметил глава региона. Например, завод «Металлоконструкция» готов разработать для концерна новые гидроцилиндры и предложить их к производству. У нас есть на «Металлоконструкции» новое направление. Это механический завод номер два, который раньше производил краны «Ульяновец». Соответственно, остались компетенции по гидросистему. С данным предприятием мы нашли общий язык в плане производства гидроцилиндров. Так как трактор использует много таких вещей, соответственно, сейчас будем кооперироваться. Компания «Поликом», которая производит полимерные композиты, готова предложить разработку изделий по интерьеру и экстерьеру кабин. Димитровградские предприятия также готовы к кооперации. Руководство «Полесье» договорилось о заказах на изготовление игрушечных моделей продукции Чебоксарского завода. А «Автосвет» обсудили производство светотехники для тракторов. С нашей стороны большой интерес у коллег вызвало производство, литейная, механическая обработка. Тем, чем мы достаточно серьезно оснащены. Алексей Русских выдвинул ряд инициатив на круглом столе Комитета Госдумы по туризму. Касаются предложения развития речного туризма в Поволжье. В ПФО запустили новый туристический проект «Великий Волжский путь», в который вошли пять регионов. Чтобы ускорить реализацию проекта, нужна помощь федерального центра. Давайте подумаем о разработке запора, в котором мы прописывали механизмы. Нам необходимы механизмы по приобретению как речного транспорта, так и строительства портовой инфраструктуры. Председатель Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев предложил включить Ульяновскую область в состав рабочей группы по разработке законопроекта о речном туризме. На помощь федеральных коллег регион рассчитывает и в расширении площадей Ундровского палеонтологического музея. Геопарк «Ундория» готовы показывать туристам в рамках нового маршрута «Волжское путешествие», объединившие семь регионов. Анна Тищенко, Управда ТВ